Мы все знаем, что в прошлом году впервые я был начат проект по таможенному инструменту. Деньги отправлялись на дорогу. В этом году, в совместном совещании, я провел рабочую встречу с начальником таможенной, Александр Александрович, и он меня заверил, его ответ, что уровень таможенных средств за первое полугодие, несмотря на увеличение негатива в прошлом году во второе полугодие, несмотря на увеличение процентов по показателям на этот год, уровень таможенных в город, денег, которые будут направлены на дорогу, будет не менее, чем в прошлом году. В прошлом году на казначейский счет зашло 204 миллиона рублей, в составе письма и единиц. Также хочу у вас заверить, что все эти деньги с таможенного эксперимента будут направлены на дороги по согласованию с депутатским ходом. Учитывая, что для сохранения этой дороги нам обязательно нужно выполнить работу в верхнем слое, предложение обл.д. администрации направить 147 миллионов на Т-15-08. Эти деньги пойдут на возмещение затрат, которые были сделаны предприятиями-подрядчиками, и за счет этих денег они готовы до повышения температуры критической, которая может привести к возрушению покрытия, выполнить работу в верхнем слое. На прошлой сессии путем голосования депутаты не будут принимать никакого участия в этих денег. И то есть государственная администрация будет распоряжаться сам. А мы сегодня знаем, как вы сегодня распоряжаетесь. То есть, как вы говорите, депутат будет вам говорить о проблемах в дорогах, правильно? И вы будете это принимать как бы до видов. Но сегодня даже я хочу сказать по нашей фракции оппозиционного блока. Те проблемы, которые мы озвучиваем вам, вы их просто оставляете и игнорируете. И я уверен на 100%, что даже те дороги, которые мы подадим вам, вы их просто проигнорируете. И вы туда не дадите ни копейки. Вот все, что я вам хочу сказать. Почему вы не хотите за государственного бюджета вот эти деньги взять на эту дорогу, а эти деньги оставить нам? И то, что часть денег, которые еще оставятся, с 280 миллионов, вам надо всего лишь 150, вы добавите до нас. Почему вы так не хотите сделать? Я вам сейчас все сделаю. Значит, ну что касается верю-не верю, то вы ровно 8 месяцев назад, наверное, задавали мне вопрос, а не получится ли так, что деньги с областного бюджета не будут направлены на округа оппозиционного блока. Я вам пообещал, что в зависимости от готовности объекта к работе, там будут выполняться работы. И лично на вашем округе, за счет денег областного бюджета, так как была готовна, приступили в первую очередь. Не на другом одном из-за другого, а именно на вашем округе. Поэтому я считаю, что... Так это были и правильно деньги областного бюджета, это же не были и государственные. У вас был тот же вопрос, а не получится ли, что на оппозиционный блока будут выполняться работы в последнюю очередь, когда начнется непогода, и вы тогда скажете, что вы не можете их выставить. А знаете, почему так было? Потому что я со службы автомобильных дорог не вылазил. Можете спросить. Я приезжал до них и брал комиссию, возил на эти дороги и доказывал, что здесь необходимо сделать. Мы могли бы там жить круглосуточно, но если я здесь пообещал, что у нас политическая сторона не влияет на выполнение работы, если есть в плане и есть готовность, то работу будут выполняться. Это было выполнено. Что касается таможенного эксперимента, почему бы не взять таможенного эксперимента? Я думал, что меня услышат. Первое. Есть проект, есть экспертиза, есть торги в сценах 2015 года. Есть необходимость сохранить эту дорогу, которая сделана за счет трех разных источников. Вот мы недавно, учитывая тридцать ситуацию, я видел, я видел по этой дороге, она уже начала деньгами до верхнего покрытия, она начала разрушаться уже. Местами уже ямки есть, местами продавливаются. Если мы сейчас его не закроем, мы потеряем дорогу. Во-вторых, смотрите, ведь мы строим дороги в Николаевской области. Куда бы деньги не пошли в области, они пошли в нашу области. Нам денег надо миллиарда на дороге. Но мы как минимум, смотрите, мы закроем одну дорогу. И уже потребитель не скажет, а вы знаете, вы не выпрямо новое, послушайте, мы не даем гарантии за свою работу. То есть люди должны закончить работу и все ответственности, гарантии, надеюсь, следы забыли за дорогу. Вот тут звучит тревога за то, что мы втратимы дороги. Я задаю вопрос таким образом. Давайте ответить. Настолько мы втратили людей на дорогах в Николаевскую область за последние три года? Два года назад была проблема. Областный бюджет поделил деньги, эти деньги не использовали. До конца года доходили, все депутаты правомирно требовали, чтобы деньги вчасно использовали. Почему? Мы играли, когда провели тендеры, когда кто сделал. Сейчас мы имеем понимание ситуации. Мы имеем прекрасный участок трассы, который снижает Снегиревку, снижает Миколаеву. На него вкладываются деньги. Чисто взять позиции часа, логично взять, где есть оглашенный тендер, где есть оглашена сумма, и сделать просто замену, взять, закинчить дорогу, закрить ее и запустить. Чтобы не было вопросов, что до того, что я вообще считаю неправильным, округ, не округ, я погодюсь с Федором Петровичем, есть Миколаевская область, которая потребует готовности. И тогда мы выходим из того, что у нас есть митный эксперимент, у нас есть гарантия, что денег будет не меньше, у нас есть правки народных депутатов, которые призначены, что если протяжем первого квартала обсяг денег и получают областные бюджеты, меньше 1,5 млрд, выделяются деньги из Державного дорожного фонда. Таким образом гарантирую, что областные бюджеты получают деньги. Банку гарантирует, что распределить этих денег будет действовать за погоджением депутатов. Обсяг этих денег будет превышать 147 млн, потому что, если я не помиляюсь, у него получили 203 млн. 204. Так я вас прошу, не поднимайте, он занимается популяризмом, где есть нормальная, плановая работа, где есть оглашенный тендер, где им могут приступить, как только погодные условия дадут. Закриют дылянку дороги, и она будет завершена. Так, пользуясь правом дурачего голоса, я вам дашу следующее предложение. Все 149 млн, если будет принято решение сегодня выделить эти деньги, они не будут потрачены завтра. Это во-первых. Во-вторых, область без денег мы тоже оставить не можем. Поэтому я предлагаю разделить на пополам эту сумму и выделить на дорогу Т-1508 70 млн грн, а оставшуюся часть пропорционально распределить по районам Николаевской области. И таким образом выйти из ситуации. Мы не можем угробить дорогу Снегирьевскую, и мы не можем оставить людей без денег. Если вы хотите без популизма, так давайте, ну а что мы будем 75-150, а в шли замовник, який готов идти, робить. Ему зараз прийти, треба так же показати, где робить. В чому суть питання? Вы не додатково выделяете, я не понимаю, чому вы наголошуете на тому, что вы на эту дорогу додатково еще выделяете 150. Не додатково. Все питание стоит поменять местами. Так, товарищи, значит по дороге нас не... Я уже прожил 34 года, я понимаю, должно все быть по-годязски. Если там вложены деньги уже, надо же доделывать уже, мне не нравится, как ваша перекидка денег, но надо уже уменьшиться в положение, потому что ну не связь. На дачу или ему на дачу? Вы хотите, вы хотите, вы хотите. Я не буду, вы проехал. Значит, три за, двое утрималось решение принято. Дякую, коллега. Три, не по-румпури.